Министерством обороны Республики Южная Осетия проводится конкурсный отбор абитуриентов, поступающих в военные вузы Министерства обороны Российской Федерации. На целевые места в 14 вузах претендуют 118 юношей и девушек. Сегодня отделом боевой подготовки Министерства обороны были проведены мероприятия по сдаче нормативов для определения уровня физической подготовленности девушек-абитуриентов. Конкурсные испытания прошли в учебном центре Министерства обороны. Претенденты выполнили 4 упражнения. Бег на 100 метров и 1 километр. Силовой комплекс, включающий отжимания и упражнения на пресс. Кто-то выбирает будущую специальность в 10-м и 1-м классе. Я знала, о чем хочу заниматься с 5-го класса. Мой выбор остановился на военном университете Министерства обороны по той причине, что это в первую очередь дисциплина и самовоспитание. Не что иное, как самодисциплина и самовоспитание помогают там добиваться поставленных целей. И чего желаю я всем абитуриентам этого года. Мы, конечно, сегодня прошли чуть ли не вторую мировую войну, но я думаю, мы справились. Особенно у некоторых был хиеричный финал. Так что желаю всем будущим выпускникам удачи. Завтра нормативы по физической подготовке в учебном центре будут сдавать юноши-абитуриенты. Сегодня прошла физическая подготовка для абитуриентов наступления в военные грузы российской федерации по лимитам Министерства обороны Республики Южная Осетия среди девочек. Организовано было хорошо. Сдавали на военном полигоне. Касаемо физической подготовки абитуриентов, конечно, хотелось бы лучше. В целом, в общем, большинство сдало на удовлетворительных. Но, естественно, этим людям при поступлении, если они поступят, надо будет улучшать свою физическую подготовку, потому что они идут в военные грузы. И там не только учеба, но и физическая подготовка, дисциплина, они очень важны. В дальнейшем, если родители, для родителей, которые собираются своих детей отдавать в военные грузы, я бы хотел, чтобы они обратили внимание на физическую подготовку своих детей. Ранее абитуриенты прошли психологическое тестирование под руководством специалистов Министерства обороны Республики и 4-й российской военной базы. С 30 июня специалистами военно-врачебной комиссии Министерства обороны проводился медосмотр абитуриентов с учетом требований, предъявляемых к военнослужащим. Мероприятие прошло в военном городке на базе гарнизонно-медицинского пункта. С 27 июля кандидаты будут сдавать экзамены по нескольким учебным дисциплинам в зависимости от профиля выбранного вуза и специальности. Преимущества при поступлении в российские военные вузы имеют дети военнослужащих национальной армии, воспитанники кадетской школы и дети военнослужащих, которые погибли при отражении грузинской агрессии против Южной Осетии. В соответствии с приказом министра обороны Республики Южная Осетия, гвардии генерал-лейтенанта Ибрагима Гасеева, для максимальной прозрачности отбора приглашены представители администрации президента, комитета госбезопасности и военной прокуратуры. Инга Чихоева, Аланс Хавребов, Сергей Кочев, Руслан Утаев. Специально для ГТР КАИР.